Свой дом, да еще в самом центре города. Мечта. Жильцы частного сектора прямо за мемориалом героев фронта и тыла с этим бы поспорили. Последние годы люди живут как на пороховой бочке. Гадают, расселят или нет. Сначала ходили слухи о планируемом строительстве здесь торгового центра. Теперь вот высотку возводят прямо под окнами. А частные дома как стояли, так и стоят. Любовь Патокина живет прямо напротив стройки. Когда вот начали сегодня уже вбивать эти сваи, дом у нас трясется. Люстра звенит и все остальное. Мешают людям не только грохот и пыль. Стройплощадка перегородила дорогу. Теперь даже мусороуборочные машины сюда не ездят. Только квитанции приходят в срок. А улицу перегородили и все. И машины сначала-то в том-то году они ездили по нашу улицу, сюда подъезжали к нам. А теперь сюда вообще не ездят. Они поворачивают на второе Ушакова и все. И нас тут уже как бы нет. На все вопросы жителей в разных инстанциях отвечают одно и то же. Не шумите, вас же все равно скоро расселят. А с этим-то как раз проблема. Первый дом наш стоит, а вторые два дома их уже выселили. А мы почему-то остались. Хотя вроде как бы первый дом, но мы остались. С тех пор, как начали вбивать сваи, жители боятся за свои дома. Строения уже не новые. Каждая такая встряска может их разрушить. Переживаем о том, что старый дом, очень старый, больше 100 лет. И он, наверное, не выдержит. Вот когда сваи забивают, все там трясется, в доме все дрожит. Даже на обоих трещины появляются. Дома давно просят капремонта, но к нему не приступить, пока не знаешь о дальнейшей судьбе территории. Вложишь деньги в реконструкцию дома, а потом придется переселяться. Собственники хотят знать хотя бы примерные планы на эту территорию. Данная территория расположена в территориальных зонах. Частично Ж3 – это зона многоэтажной жилой застройки и О1 – зона общественной застройки. Соответственно, документация по планировке территории предусмотрена на размещение объектов, вид разрешенного использования, которые соответствуют двум этим территориальным зонам. То есть, развитие многоэтажной жилищного строительства на данной территории возможно потенциально. Развитие этой территории – это перейдет в гражданско-правовые отношения, отношения правообладателей земельных участков, существующих на сегодняшний момент, и того застройщика-инвестора, который будет иметь планы на эту территорию. Мы связались с представителем застройщика. В компании рассказали, все необходимые разрешения есть, как и положительное заключение экспертизы. Неудобства соседям стройка, конечно, может создавать, но не более того. Все те действия, которые сейчас происходят на строительной площадке, они строго согласованы с этим проектом, и при этом соблюдены все требования, все отступы от соседних строений, от соседних зданий, все охранные зоны. Планы по расселению территории вокруг будущей новостройки грандиозные, но о планируемом расселении нужно будет договариваться с каждым собственником в отдельности. Мы, как организация, готовы дальше развивать данную территорию, но это будет зависеть от того, пойдут ли люди навстречу, какие пойдут, какие не пойдут, зависит от экономической, естественно, составляющей. Если в скупе все это сложится в перспективу дальнейшего развития, то мы, как застройщик, готовы дальше продолжать строительство. Пока застройщик определяется со своими планами на территорию в центре города, его вынужденным соседям придется терпеть неудобства и продолжать жить на чемоданах. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.